Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос. В соцсети возможно сублимировать мгновенную радость или же соблазь лёгкого доступа, как и всему, плюс способ надавить на человека. Пытаюсь бороться с зависимостью от просмотра интимного контента, ранее из-за этого, а также из-за того, что попал в кавычках один раз на уловке мошенников, я ушёл из всех соцсетей. Но по сути в интернете полно интимного контента, его можно смотреть и в соцсетях. Сейчас у меня очередной виток к зависимости от него. Понял, что порой когда бывают свободные 5-10 минут, которые нечем занять, новости прощительные, как занять эти 5-10 минут, я не знаю, книгу почитать слишком мало времени, то я лезу в интернет и смотрю, собственно говоря, интимный контент. Появилось смысл сделать свою страницу соцсети без подписки на всякие нехорошие группы и смотреть там новости. Публикация, однако, удерживает несколько вещей. Будет большой соблазн, зайти в нехорошие группы и в интернете будет висеть информация обо мне. С фотографиями это может дать мошенникам инструмент воздействия на меня. Вот я и думаю, есть ли смысл может чем-то другим занимать эти 5-10 минут. Дальше. Одиночество, наверное, да, но тут вопрос. Человек всегда одинок. У меня есть дети, была жена, умерла несколько лет назад. Сейчас есть гражданская жена, с которой живу в одном доме, но я все равно всегда одинок. Реализовать свои фантазии так часто, как хочется, у меня не получается. Отсюда и вылезает эта зависимость, получить желаемое здесь и сейчас, обесценивать его. Я пробовал, но какое-то время фантазии хватает, потом опять его становится слишком много в моей жизни. Основной вопрос, чем можно сублимировать эту зависимость, особенно в моменты, когда возникает 5-10 минут свободного времени. Такой вопрос. Ну что же, давайте мы начнем сначала и ответим на ваш главный и первый вопрос. Что такое соцсеть? Это возможно сублимировать мгновенную радость или же соблазн легкого доступа ко всему, плюс способ надавить на человека? Лично я думаю, что и то, и другое, в зависимости от того, как человек на это смотрит. То есть, если человек подходит к социальным сетям с определенной, ну, скажем так, потребностью, да, с определенными желаниями, с определенными запросами, вот, то соцсети могут довольно легко удовлетворить эту потребность, вот, без каких-либо проблем. Если человек является по своей психологической организации жертвой, вот, то он может и должен по законам системы, вот, попасться, так или иначе, на уловки каких-либо мошенников, это тоже нормально. Последнее свидетельство свидетельствует о том, что человек обладает слабыми личными границами, вот, и, в общем-то, ну, не привык, вероятно, не привык как-то их защищать, не привык как-то их отставить, потому что мошенники, чаще всего, имеют успех именно у людей, которые, ну, вот, именно обладают слабыми личными границами, к сожалению, к большому, к большому сожалению, вот, поэтому на мошенников, в принципе, можно нарваться где угодно, вот, и не только в социальных сетях, поэтому здесь, на мой взгляд, основная, ну, основная цель могла бы быть именно укрепление личных границ, для того, чтобы не попадаться, значит, ну, вот, как раз на мошенников, вот, то есть если вы хотите себя от этого как-то защитить, да, это, в принципе, ну, вполне нормальное желание, естественно, вот, что имело бы смысл поработать с личными границами, вот. Дальше. Зависимость, которую вы описываете, имеет, также, несколько важных аспектов. Первое. Это, конечно, потребность. И хотя вы говорите о фантазиях, которые у вас не получается реализовать так часто, как вам хочется, вот, что, я думаю, является недостатком вашей активности в этом, ну, в этом направлении. То есть, если у вас есть фантазии, если у вас есть, ну, какие-то желания, вот, то, на мой взгляд, вопрос, ну, вопрос их реализации, он стоит в общем и целом далеко мы полностью в зависимости от того, что вы для этого делаете, что вы делаете для того, чтобы эти фантазии были реализованы, вот. То есть, когда вы говорите, что я не могу так часто их реализовывать, да, это подразумевает то, что я ничего не делаю для того, чтобы они были реализованы настолько, насколько мне нужно. То есть, я не организовываю свою жизнь, я не организовал свою жизнь так, чтобы эти фантазии могли быть реализованы, чтобы любые, любые потребности были реализованы, любые желания были реализованы так, как вы хотите, вот. То есть, у меня здесь такое ощущение, да, что делать я для этого особо ничего, ничего не хочу, вот. Вот, ну, выбираю для себя какой-то, вот, не знаю, максимально безопасный, максимально простой способ, вот. Вот, и тут, конечно, на мой взгляд, встает вопрос о том, а как я отношусь к этим фантазиям, да, например, не стяжусь ли я их, не отвергаю ли я их сам, вот, потому что, опять же, зависимость, мания, как вы, как вы говорите, может проявляться в том числе и потому, что человек себе внутренне это запрещает, вот, а ваша такая стратегия, когда вы это делаете, как бы украдкой, да, является, ну, на мой взгляд, таким видом партизанской такой активности по отношению к своим желаниям, вот. То есть, что я имею в виду, говоря под партизанское, я имею в виду, что напрямую, прямо, открыто вы их не реализуете, потому что, например, вы себя за это стыдите, вы себя, ну, за это как-то стыдите и, может быть, отвергаете этот факт у себя, ну, вот, то есть не желаете признавать, что у вас есть какие-то фантазии и какие-то желания, вот, и в итоге выбираете такой вот способ, который, ну, типа, кажется таким максимально, да, безопасным, вот, кажется таким максимально, максимально, ну, может быть, приемлемым, да, вот, давайте, вот, такое мы возьмем слово, вот, а в итоге, как бы, все равно остаетесь не удовлетворенным, вот, это первое, поэтому здесь вопрос о том, как и как организовать свою жизнь так, чтобы быть удовлетворенным, вот, в том числе, значит, отношения с вашей женой, потому что она является, в том числе, вашим интимным партнером, и необходимо, чтобы ваша интимная жизнь была организована, опять же, в соответствии с вашими потребностями, вот, если ваша гражданская жена не удовлетворяет их, то это вопрос в работе над отношениями, а, следующий момент, момент, вы говорите о том, что вы, значит, со своей женой живете в одном доме, но вы все равно одинок, человек, человек, вы говорите, всегда одиноко, и здесь, на самом деле, чувствуется некую убежденность, убежденность в этой позиции, потому что это, на самом деле, не так, дело не в одиночестве, а в том, как вы к этому относитесь, вот, в том числе, как вы относитесь к самому себе, вот. Если к самому себе вы относитесь несколько, ну, скажем так, посредственно, да, вот, то, естественно, само собой, вы будете чувствовать одиночество, потому что одиночество, когда человек его ощущает, это, в общем и целом, не принятие себя, это не принятие своей личности, это не принятие чего-то в себе, опять же, ну, вот, поэтому очень важно этот момент тоже прорабатывать, вот. не просто, вот, как вы говорите, человек всегда одинок, это традиционализация и обобщение, и, опять же, это не желание, как будто бы, организовывать свою жизнь так, так, что, чтобы, ну, чтобы она, чтобы она вам нравилась, чтобы вам было хорошо, вот. Право, конечно, ваше так делать, ваше право так делать, но и говорить о том, чтобы человек всегда одинок, тоже не совсем справедливо, вот. Вот, на самом деле, с точки зрения психологии, вы выбираете быть одинокими, потому что вам это выгодно, вы получаете от этого преференции определенную вторичную выгоду, вот. В том числе, эти вторичные выгоды касаются, вот, вашей зависимости, вот. Которые точно так же вам что-то дают, какие-то вторичные выгоды. Вот, например, из-за какого-то тайного чувства обиды или тайного чувства несправедливости, вы можете позволять себе сделать то, что вы делаете, вот. И из этого же чувства вы можете допускать, что человек всегда одинок, вот. Не желая, да, при этом вот что-то менять, да, не желая при этом как-то брать ответственность за свою жизнь. И, к сожалению, здесь мы можем констатировать этот факт. Факт того, что вы довольно-таки безответственно относитесь к своей жизни. Следующий момент. Зависимость возникает, в том числе, из-за характера потребности, которая лежит в ее основах. Дело в том, что потребность, в том числе и сексуальная, не всегда является предметной. То есть, если у вас на поверхности лежат вроде бы как некоторые сексуальные потребности, это не означает, что они на самом деле являются тыкавыми. Поэтому, чтобы качественно, если можно так выразиться, чтобы качественно сублимировать ваши потребности, да, вот. Необходимо понять, что лежит в ее основе. Необходимо увидеть, что находится в ее сути. И тогда, на мой взгляд, вы сможете качественно ее сублимировать. До тех пор, пока вы не знаете, какая потребность лежит в основе и что она из себя представляет, является ли она первичной или является она вторичной. И, вот, я думаю, что шансов на то, чтобы качественно сублимировать, это нет. И, на мой взгляд, быть не может. Ну, не может быть. Опять же, по тому, что вы не знаете, чего вы хотите. Вот. Вы не знаете, что вам нужно. Вы не знаете, в чем вы нуждаться. Вот. И с этим нужно раздраться. Следующий момент. Вы производите впечатление, по крайней мере, по крайней мере, чисто по вашему тексту, вы производите впечатление человека, который довольно сильно себя подавляет. То есть, вы производите впечатление подавленного человека. Вот. В том числе. В том числе. В том числе. В том числе. И потому. Что. У вас умерла супруга. Смерть супруга. Это в общем и целом, на мой взгляд, травма. Вот. Это психологическая травма. И, соответственно, эту психологическую травму нужно прожить, чтобы она не оказывала давление. Что-то мне подсказывает, что вы свою психологическую травму не прожили. Потому что, вероятно, у вас нет такой культуры проживания своих травм. Далее, необходимо увидеть всю историю развития вашей, как вы говорите, зависимости. Для чего это нужно? Чтобы увидеть, когда она появилась. Потому что ни одна зависимость не появляется на ровном месте. Зависимость является, как реакция психики на те или иные события. То есть, ваша зависимость – это способ справиться с каким-то вызовом. Вызовом, в первую очередь, вам. Сама зависимость является способом восстановить равновесие в воспринятии себя. То есть, в момент, когда возникает тяга, влечение, если хотите. Как угодно, как угодно можно это назвать. Вот. В момент, когда это возникает, на вашу личность, ну вот, скажем так, психологическую личность. Да, то есть, на тело, на психологическое тело вашей личности. На мой взгляд, оказывается какое-то давление. Вот. Оказывается, какое-то давление. Вот. С которым вы справляетесь через, собственно говоря, реализацию этой зависимости. Нужно увидеть, что это за давление, как он на вас влияет. Вот. И, в общем-то, скорректировать это. Зачастую, в первую очередь, это связано с внутренним конфликтом, с непроживанием определенных чувств, связанных с этой историей. Вот. То есть, ну, допустим, допустим, у вас что-то задевает. К примеру. Вы чувствуете себя несчастным. К примеру. У вас тревога, вы чувствуете себя не в безопасности, когда остаетесь один на один с собой. К примеру. На эту мысль меня, кстати говоря, натолкнуло именно то, что как будто бы пять-десять минут вы не можете побыть меня с собой. Это бывает, когда человек от чего-то к себе бежит и бежит довольно сильно. Бежит довольно сильно, довольно сильно. Убегает от этого. Вот. То есть, нужно вот этот момент тоже посмотреть. Вот, когда выяснится, что за чувства вы испытываете, какой конфликт психологический вы пытаетесь здесь решить, то откроется и возможность разрешить этот конфликт и сублимировать. Сублимировать потребности. Вот. Запрос на сублимацию потребности, на мой взгляд, является более чем адекватным. То есть, это, на мой взгляд, хорошее, это хорошее. Ну, желание, хорошее, хорошее, стремление, если угодно. Вот. Найди другой способ. Но важны, важны, очень важны, здесь элементы мотивации. То есть, какие у вас элементы мотивации для того, чтобы хотите посублимировать. Ну, как говорите, страх, ну, страх того, чтобы мне попадут на уловку мошенников. Или страх раскрытия моей личности. То есть, вот. Это вопрос личных границ. Вопрос цены, которые вы платите за доступ к тому или иному контенту. Вот. Это истит. Вот. Сейчас мне пришла в голову такая мысль, что, возможно, вся ваша история – это про стыд. Вот. И что именно стыд является той движущей силой, которым я верю вас делать то, что вы делаете. Вот. И даже, даже попадаться мошенникам. Потому что попасться мошенникам – это наказание. Наказание за то, что вы делаете что-то запретное. Человек, который, ну, может испытывать стыд, он идеи наказания достаточно сильно владеет. Вот. На мой взгляд, то, что вы не можете находиться наедине с собой даже пять-десять минут, судя по вашим словам, продвигает и продолжает идти одиночество. Вот. Тут, тут, кстати, можно было бы и возразить вам относительно того, что все люди одиноки. Вы утверждаете, что все люди одиноки, но далеко не все люди не знают, чем себя занять на протяжении пятидесяти минут. То есть те люди, которые могут себя занять на протяжении пятидесяти минут, с точки зрения психологии являются куда менее одинокими, чем те, которые не могут. Потому что, как я уже сказал, одиночество есть непринятие себя, невозможность находиться наедине с собой. Вот. Ну, наедине с самим собой невозможно находиться. Вот. Понимаете, да? Поэтому, вот видите, когда вы говорите о том, что человек всегда одинок, вы, к сожалению, здесь проявляете сопротивление и нежелание, на мой взгляд. Как-то из этого состояния выходить. Как-то решать эту проблему, если угодно. Вот. А это означает только то, что вам в этом комфортно. Это означает только то, что вам в этом хорошо. Это означает только то, что как бы на поверхности интеллектуально вы хотите что-то изменить, а по факту нет. Или вас, ну, как-то вот деморализует, значит, ну, какая-то перспектива работы с этим. Вот. То есть желание, например, быстро решить проблему. Вот. Желание быстро стать таким? Вероятно. Вот. Каким вы себя видите? Вот. Ну, я думаю, что… это довольно ошибочная тенденция. Вот. потому что именно ваше стремление к определенному… поведению… если угодно… И является одним из оснований на сегодняшний день для того, что вы пребываете в той позиции, в какой вы пребываете. В частности, невозможно своей супругой выстраивать такие отношения, в которых вы были бы удовлетворены. Потому что, ну, вы же другой, да? Вы же хорошие, вы же не можете в этом смысле демонстрировать вот то, что вас не красит, а вдруг, и скорее всего, ваша супруга вас не примет и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, вариантов здесь, ну, может быть довольно много, на мой взгляд. Вот. И, соответственно, это, конечно, оказывает на вас давление, да? Не может. не оказывать. Поэтому, да, вы можете в целом прислушиться к мнению моей коллеги Марине Голиковой, которая описала вам достаточно лаконично и достаточно подробно то, как вы можете достичь процесса сублиманса. Это правда. Вот. Но принесет ли вам это удовлетворение? Нет. Вот. Хотя бы по той простой причине, вот, что любая сублиманса, особенно в начало, особенно в начало, не дает того эффекта, того наслаждения, скажем так, которое человек получает, ну, посредством прямой реализации своих потребностей. И это нормально. То есть нужна мотивация делать это по-другому. Понимаете? А мотивации такой у вас не будет. В том числе потому, что у вас не будет необходимой для этого поддержки. И в том числе потому, что сама потребность, которая лежит во основе, сам конфликт, для вас не будет ясен. А ну вот, с полной и, ну, с полной меры. Вот. А это означает, ну, ни много ни мало пробуксовку. Это означает пробуксовку. Это означает неудовлетворенность опять же. И да, вы правы, постоянный, соблазн, легко и быстро какую-то потребность удовлетворить. Если конфликт внутренний, вследствие чего и развивается эта зависимость у вас имеет глубокие корни. вот, если он глубинный, если он был, этот конфликт, например, всегда или очень давно, вот. то, соблазн, соблазн будет довольно сильным. Вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я предположу, что поскольку вы человек, который приводит впечатление, может, такого, подавленного, да, несколько. Вот. И поскольку вы имеете дело с интимным контентом, то, что, на мой взгляд, речь может идти о злости, агрессии, какого-то, ну, какого-то рода недовольства и так далее. Вот хочется вас спросить в этом смысле. Насколько у вас все хорошо с выражением злости, с выражением обиды, с выражением недовольства, с выражением протеста и так далее. Вот. Насколько у вас все с этим хорошо. Если у вас с этим все не слишком хорошо, мягко говоря. Если у вас с этим есть определенные проблемы, то в таком случае ваша зависимость приобретает вполне четкие отчетания. Если в целом вы человек тревожный, то есть если вы, ну, обладаете желанием, например, контролировать какие-то вещи, если вы склонны склонны к мнительности, допустим, то в этом случае ваша зависимость также обладает очень важной функцией. Эта функция называется безопасность. Эта функция называется расслабление. Вы расслабляетесь таким образом и в целом снимаете напряжение, которое вас вырастает. Вот. Поэтому я об этом сказал неоднократно, но повторюсь все. Природа вашего напряжения, именно природа вашего напряжения, нуждаются в исследовании. Только потому, только потому, что, поняв природу, можно подсказать как сублимировать. Вот. Понимаете, да? На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь, собственно говоря, с помощью. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и позволит сформулировать базовые постулаты для терапии. Спасибо.